Батногия, почему грузинская мечта, грузинская власть вновь вернулась к закону об иностранных агентах, пошла на второй круг? Ну, что касается внутриполитической составляющей данного вопроса, я думаю, что система власти в Грузии стоит на некой мифологии непобедимости. И когда все это произошло и им пришлось отступить, сейчас они для того, чтобы сохранить эту мифологию, они как бы переходят в контратаку. То есть вы имеете в виду, что власть не смогла забыть или простить или пережить публичного поражения мартовского прошлого года? Да, 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 потому что они больше всего боятся проявления слабости. Это проявление, когда выявилось, они сейчас пытаются вернуться к этому вопросу. И переводят, опять же, политический предвыборный процесс в негативное русло. Что такое негативное русло? Они играют на поляризации, пытаются пропагандой, опять же, сказать тем слоям, на которых они рассчитывают, что ваши проблемы не из-за того, что мы там что-то не так делаем, а ваши проблемы из-за каких-то неправительственных организаций и так далее и тому подобное. То есть демонизирование, это составляющая часть демонизации своих политических и общественных оппонентов. Очень хорошо отработано в России в свое время. Надо направить вот всю эту злобу людей, у которых нет ничего, на своих оппонентов. В прошлый раз вышло так, что они объединили против себя практически все общество. Какова гарантия, что этого не произойдет сейчас, в предвыборный год? Действительно, когда считанные месяцы остаются до выборов, очень важных для мечты. Я не думаю, тогда, в принципе, и тогда у них было все просчитано. Они просто не учли фактор молодежи. И, в принципе, я думаю, что тогда, если бы молодежь не начала активно действовать, они бы этот закон приняли бы еще тогда. Почему? Потому что они очень хорошо знали, что ни оппозиция, ни общественные организации, несмотря на некий протест, они не смогли бы поднять настоящую сильную волну. Но молодежь сказала свое слово. Этот фактор им не был. Все из-за этого им пришлось отступить. Сейчас они думают, что они поработали с молодежью. Каким образом? Ну, у них же есть там студенческие объединения в университетах. В принципе, они собирают информацию. Эти организации отчитываются перед своими боссами, говорят, что все в порядке. Молодежь занята совсем другими вопросами. Мы хорошо поработали и так далее и тому подобное. Как бывает в таких делах, да? И, в принципе, опять им надо поляризировать сейчас ситуацию и идут на это. Ну, вместо с этим, я думаю, что здесь проглядывается некий закат из Москвы. Почему? Потому что мы понимаем, у России цель какая. Не просто там победить Украину, а создать некий модернизированный Советский Союз. Для этого надо действовать или танками, или так называемой мягкой силой. Но грузинская мечта, с которой вполне комфортно работает Москва, или не входит в открытое противоречие, она побеждала на выборах без проблем. И сейчас создается ситуация, когда это может быть под вопросом. Зачем? Ну, они побеждали без проблем именно на поляризации. То есть они поляризировали общество. И сейчас этим занимаются. Да, они поляризируют, опять же. Да, это рискованно, это понятно. Это рискованно с одной стороны, но с другой стороны это логично. И к тому же, опять же, я повторяю, идет синхронизация нашей системы управления, нашей общественной жизни, социально-экономической и общественно-политической жизни. Синхронизация через что проходит? То есть те правила, которые действуют в России, их надо как-то здесь тоже укоренять. И в принципе, этот закон, всем понятно, что был заказ из Москвы в свое время. Это один из ключевых вопросов. Для того, чтобы получить абсолютную власть, надо убрать все преграды. А каким образом этот заказ поступает в Батнуге? Кто-то поднимает телефон, звонит Бедзине Иванишвили и говорит, дорогой Бедзина. Ну, это уже техника, да. Кто-то поднимает телефон, звонит Бедзине Иванишвили и говорит, не обязательно в такой форме это все целое. Может быть, эта синхронизация идет через ментальное единство. Не прямые какие-то договора, а просто... Мы знаем, что этот закон же направлен на самом деле не против общественности Грузии, а направлен против Запада. Почему? Потому что и закон называется именно таким образом. То есть создаются реестры организаций, проводящих зарубежные интересы. А где эти организации? Где эти зарубежные организации? Это на Западе в основном. Эти фонды же западные, да, безнародные. И, в принципе, этим насуждается евроскоптицизм, антиамериканизм, антиевропеизм. Это в чьих интересах? Это в интересах тех людей, которые восстанавливают Российскую империю. Сейчас они торопятся. Почему? Потому что сейчас выборы. Сейчас вот в этой глобальной войне на Грузию есть виды в Москве. Это тоже понятно. И тестируется ситуация. Тестируется через что? Через, опять же, синхронизацию общественно-политической жизни грузинской с российской. Это один из частей всей этой большой игры. Я не говорю, что этот закон сам по себе ключевой. Один из компонентов, обязательных компонентов. Вы вспомнили выборы. Президент Грузии заявила, что теперь необходимо выйти на парламентские выборы под единым европейским флагом. Насколько это реалистично? И в целом, как происходящее повлияет на шансы оппозиции? Улучшила ли она шансы оппозиции добиться успеха на этих выборах, на парламентских? Понимаете, как? Да, да, это дает определенный шанс, определенные шансы. То есть температура поднимается. Главное, кто в итоге этим воспользуется. Да, шансы оппозиции тоже растут. То есть ставки растут. То есть, инициируя этот закон, власть повысила ставку. А когда ставки повышаются, любая сторона может выиграть. Да, главное, что идет большая игра. То есть температура возросла. Шансы, конечно, есть. И хорошие шансы в оппозиции. Но воспользуются они или нет, это другой вопрос. Потому что здесь же идет многогранная война, информационная война. Идет война ресурсов, война компроматов и так далее. Ну, посмотрим сейчас. Я прогнозировать ничего не могу. Но для страны, конечно же, это важнейший вопрос в итоге. Вопросы долгосрочного развития страны под вопросом ставить, скажем так. Власть играет, сознательно или несознательно, в пользу Москвы. Господин Дейнарадзе сказал, что западные партнеры не сдержали слова данного грузинской мечте. Грубо говоря, кинули грузинских партнеров. О прозрачности якобы шла речь. О чем он говорит, вы понимаете? Понимаете, в чем дело. Ну, это такой идиотизм, что дальше некуда. Мы все должны понимать, что никакой непрозрачности в этих организациях нет. Потому что эти организации проверяются налоговыми органами. В любой момент они могут проверить эти организации. Кроме того, эти деньги проходят абсолютно легально через национальный банк. Все эта информация собирается у власти. То есть этот закон направлен не на то, чтобы власть что-то знала. Они и так все знают, чем пишут эти организации. Закон направлен на то, чтобы компрометировать. То есть назвать эти организации, назвать агентами, еще какими-то такими плохими словами. В этом состоит смысл. Говорить о прозрачности вообще, ну, это трагикомично, скажем так. Потому что параллельно из Москвы чемоданами прямо миллиарды идут. Об этих деньгах никто не печется. Что касается фонда, фонды же работают и так прозрачно работают. Они финансируют общественные организации. В основном 90-99% это социальные проекты, это образовательные проекты и так далее и тому подобное. Там политика и не пахнет. Власть своей пропагандой выворачивает все логику и просто создает, значит, икону врага. Из мужейского общественного сектора, ну, это еще бокс нет. Но из Запада в итоге, да, что Запад там финансирует, ну, какие-то очень плохие дела в Грузии, да. Об этом идет речь. А зачем? Обладая такими финансовыми ресурсами, обладая медийными ресурсами, дружескими телеканалами, которые поддерживают их, проводят их линию, покрывают всю страну. Почему их настолько раздражают критически настроенные НПО и СМИ? Некоторое количество грантов западных. Опять же говорю, дело не в этих НКО. Они этих НКО не боятся. Это все часть большой стратегии этой борьбы, да, идеологической борьбы, скажем так. Потому что Москва, восстанавливая Советский Союз, она же не может конкурировать с Западом и говорить, что у них больше благополучия или больше свободы. Они это говорить не могут, да. В принципе, эта пропаганда выдумывает такие проблемы, несуществующие проблемы. То, что с Запада в Грузии наслаждается... ЛГБТ, традиционная ценность. ...что с Запада антирелигиозные какие-то веяния, какие-то сатанистические, что Запад хочет открыть в Грузии второй фронт. И один из частей, то, что Запад еще к тому же финансирует какие-то очень плохие дела в Грузии. Вот, к примеру, моя организация, мы обучаем наших соотечественников со второй или третьей волны эмиграции их детей, которые не знают грузинский язык и приезжают. Находятся на этапе репатриации. Мы их обучаем грузинскому языку. Я сейчас не финансируюсь через эти международные организации, но, в принципе, по логике, да, я должен к ним обратиться, и, может быть, они профинансируют вот эти образовательные проекты. И из-за того, что я грузин буду обучать грузинскому языку, из-за этого меня будут называть агентом. Человеком, который проводит интересы некой западной страны. Ну, это же полный идиотир, с одной стороны. Но, с другой стороны, это очень коварный, хорошо продуманный план. Запад, значит, ночью и днем думает только о том, как в Грузии открыть второй фронт, как в Грузии провести некий переворот, да, и финансируют все эти дела. Это все кремлевские шпаргалки, да. Это очень хорошо сработало. Вот эта пропагандистская схема, этот алгоритм очень хорошо в свое время сработал в России. И мы сейчас, ну, с отставанием 5-10 лет, в принципе, проходим тот же путь. В таком случае заявления представителей ЕС и США, западных партнеров, в эти дни не возымеют никакого эффекта на власти Грузии. Ну, идет большая борьба, да, большая война. Неоднозначно. Я не говорю, что наша власть там на 100% пророссийская. Ну, идет борьба, опять же, да, и внутри, это, значит, невидимый фронт, скажем так, да. Внутри страны, и если посмотреть на этот вопрос, исходя из глобальных каких-то веекций, да, за его пределы идет борьба. И во власти там неоднозначная ситуация. Может быть, идет какая-то торговля еще. Кто-то через этот закон хочет выторговать что-то у Запада. К примеру, обменять что-то на что-то, да. В какой-то момент они могут сказать, что, да, хорошо, мы этот закон не будем принимать, но вы закройте глаза, к примеру, на требования вебинга, да. Всякое может быть. Понимаете, здесь грани очень много. Сейчас объяснить все это через какую-то единую логику или через что-то такое элементарное невозможно. Здесь очень много параметров и, в принципе, очень много грани. Учитывая многослойность и многогранность этого вопроса, как он может решиться? Какова роль улицы, которая уже решила один раз, как оказалось на некоторое время этот вопрос? Ну, роль улицы очень высокая, потому что этот вопрос уже будет решаться на улице. Ну, а улица, насколько будет активна, насколько она сможет, значит, противостоять той грубой силе, которая сформировалась в течение многих лет во власти, это надо посмотреть. Идет большой процесс, драматический процесс. Посмотрим, что из этого получится. Главное, чтобы люди сейчас понимали, и многие это понимают, что мы сейчас находимся на перепутье. У нас же нет третьего выбора. Мы за эти кода-два идем или в сторону Европы, или в Советский Союз возвращаемся. У нас нет третьего выбора. То есть на кону сейчас европейское будущее Грузии? Конечно. Конечно, и не только из-за этого закона. Очень много факторов, очень много индикаторов, которые показывают, что эта война не на жизнь, а на смерть.